МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Муниципальные учреждения, там, где установлены генераторы, работают и школы, они подтапливают также здания. Это тоже для нас плюс. Что касается частного сектора, будут разработаны и распространены в СМИ графики включения света. Требуется от руководства Крымэнерго и от сотрудников Крымэнерго обеспечить точность подачи электроэнергии в жилые дома. С тем, чтобы, еще раз говорю, люди могли планировать четко свой день. Сложного, на мой взгляд, ничего нет, с учетом опыта, полученного нами в предыдущий период. В Крыму сейчас работают почти тысяча дизельных и бензинных генераторов мощностью от 5 до 1200 кВт. Проблем с топливом для их заправки нет. Топливы обеспечены полностью, по топливу обеспечению вопросов нет. Поставки ведутся с материковой части, завозим их танкерами. И, соответственно, по железной дороге здесь уже распределяем по регионам. Роста преступности в связи с отключением света и праздничными днями не наблюдается. Но количество жалоб, которые поступают в Совет министров на госслужащих, которые не справляются со своими обязанностями на рабочих местах в период ЧС, растет. Это не по соблюдению графиков. Это невозможности порой дозвониться до штабов, которые расположены непосредственно в муниципалитетах. Сегодня эта вся информация анализируется. Безусловно, были принимались в течение ночи оперативные меры по урегулированию данных ситуаций. Глава республики подытожил, те сотрудники профильных ведомств, по чьей вине графики соблюдаться не будут, рискуют Новый год начать с поисков нового рабочего места. Дмитрий Попов и Дема Абкеримов. Время новостей.